Ровно год назад была подобная программа, контраргумент, посвященная 24-летию со дня независимости Украины. Я тоже был в студии, я тогда с воодушевлением, в захлеб, я помню, рассказывал о том, как День независимости празднует государство Израиль, в котором я был пару месяцев назад, весной, в прошлом году, и попал как раз на День независимости Израиля. То есть я видел воочию тогда, как люди, вот, например, сегодня на завтра, допустим, сегодня празднуют, вернее, не празднуют, а скорбят, у них День памяти есть перед праздником независимости, есть такой День скорби, который называется День памяти по всем погибшим в войнах Израиля солдат и жертв террора. Вот, так вот, у них за 67 лет независимости в этих вот штуковинах, назовем это так, погибло порядка 23 тысяч человек. И это реально День скорби, то есть у них звучат сирены, люди выходят, две минуты стоят, склонив голову, все, то есть останавливается вся страна. То есть это видно, как, ну, люди действительно с душой скорбят. Ровно в 12 часов ночи все меняется с точностью наоборот, люди начинают праздновать, праздновать День независимости. И вот, видя все это, да, я для себя вот нашел тогда, ну, может быть, не точный ответ, но какой-то ответ на свои же внутренние вопросы. То есть там у людей в свое время была и по сегодняшний день громадная мотивация, мотивация вот этой вот независимости. Они понимали, что если не будет государства Израиль, не будет такой нации, как евреи. Ну, ее просто не будет, потому что их уничтожали и так далее, Холокост и так далее, и так далее. То есть вот это являлось и является национальной идеей. Не будет государства, не будет нации. Что касается нас, Украины, да, то, вот как, опять же, как мне кажется, это мое внутреннее такое ощущение, для огромного количества людей, украинцев, граждан Украины, разных национальностей, нет вот этой мотивации. Они не могут понять, для чего им, собственно, независимость, что она им дала, что она им дает и что она им даст в будущем. Поэтому у нас происходят такие вот случаи, ну, к сожалению, не очень веселые, когда ребята там молодые, не знают, когда там, когда день, когда Украина получила независимость и так далее, и так далее. То есть должна быть обязательно мотивация. И эта мотивация не обязательно должна строиться на крови, то есть на том, что украинцев там уничтожали, о том, что их унижали и так далее. Это может быть совершенно другая мотивация, но ее нет на сегодняшний день. Вот лично я ее не вижу. Нет вот той национальной идеи, о которой постоянно говорили все президенты, включая нынешнего, о некой национальной идее. В чем она заключается, никто не знает. Ну, на сегодняшний день национальная идея, как я понимаю, заключается в, скажем, в том, чтобы Россия от нас отстала. Вот, собственно, и все.